Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пьяков, Александр Шунин. И к нам присоединяется заслуженный дитя искусств России, режиссер Александр Михайлов. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Олег. И Александр. У нас вдвоем. Хорошо. Мы, наверное, я думаю, что поговорим буквально через несколько дней, 2 октября на Гертрудес 24 в Театре Стадия. Можно будет посмотреть очень интересную постановку. Моноспектакль «Мендель Букинист» по Стефану Цвейгу. Это ваша и постановка, и вы в главной роли. Вот насколько, может быть, несколько слов мы начнем с этого события. Почему именно Цвейг, вот как эта новелла легла? Поскольку кажется иногда, что новелла Цвейга достаточно сложны для сценического какого-то воплощения, потому что это и мысли, и чувства, и переживания, и эмоции, и какие-то вот оттенки чувств, которые очень сложно передать в вербальной речи. Вот насколько это было для вас, может быть, вызовом, и почему именно моно такая постановка, моноспектакль? Ну, во-первых, вы знаете, вообще жанр моноспектакля, он изначально предполагает какой-то интересный подход к материалу. Потому что даже если ты роман переносишь на сцену, но делаешь это в жанре большого спектакля, это немножко проще, ты делаешь обычную инсценировку. А когда это моноспектакль, то обязательно нужно найти какой-то ход, какой-то способ, как этот текст представить на сцене, что, не то что добавить, а что сделать его аналогом. И, конечно, это в любом случае вызов. Но что касается Цвейга, то его ведь достаточно часто, вы знаете, и ставят, и экранизируют, потому что у него ситуация очень интересная. Он всегда рассматривает человека в такой какой-то особой стрессовой или там экстраординарной ситуации, где человек проявляется, и у него очень действительно интересные такие по этому поводу поступки выявляются. Поэтому в этом смысле Цвейг стеничен. Но именно эта новелла, она находится на острие той темы, которая меня много лет и волнует, и занимает. С одной стороны, можно так и совсем грубо сказать, это романтики, которые в этом мире очень сложно всегда существуют, и которые не вписываются в обычное существование. У него ведь у Цвейга есть целый цикл, который называется там «Звездные часы человечества». Он пишет вот про этих вот особенных людей. А здесь тоже в центре особенный человек, но он особенный не потому, что он делает какие-то там сумасшедшие открытия, а потому что у него феноменальная память. И это позволяет ему существовать в совершенно особом мире. И вот это вот параллельное существование, которое заканчивается для него трагически, в общем, оно проявляет главные конфликты, с которыми сегодня сталкиваются люди. Вот конфликт личности и общества. Как это? Как это? Какое влияние оказывает? А сегодня, когда мы вот в этой цифровой, уже полуцифровой реальности находимся, и когда вокруг нас столько всяких виртуальных вещей, да, что мы себя, в общем, в них теряем, мы себя вообще часто определить не можем, кто мы, что мы, а где же наш мир, мы-то что, понимаете? Когда вокруг вот это вот какая-то совершенно параллельная реальность существует. И поэтому этот материал, он давал мне возможность затронуть такой целый круг тем. И кроме того, это же в центре человек еврейской национальности, что тоже для меня важно, потому что я, проработав всю жизнь в России, и очень мало занимаясь еврейской темой, я, значит, вот в этот период своей жизни, я живу в Израиле. И у меня вот ощущение некоторого долга перед тем народом, которому я принадлежу по крови, понимаете? Поэтому, когда я вот какой-то материал такой нахожу, мне очень хочется по этому поводу высказаться. Вот эти вот несколько моментов, они, значит, они совпали. И тут еще один такой интересный вопрос, потому что я режиссер по своей специальности. Я выхожу иногда на сцену, ну, когда ты художественный руководитель театра, я много лет театром руководил, возникают всякие ситуации. Заменить кого-то надо, значит, неожиданно кто-то заболел, еще что. Ты в свой спектакль выходишь, и ты играешь, ты все время показываешь. И поскольку я вообще вырос в театре, я родился в театре, у меня родители артисты, то я как бы на сцену очень рано вышел, понимаете? У меня там 12 лет было. И начал понемножку играть, потом была другая совершенно специальность. Но я никогда не чувствовал как бы сложности в том, чтобы вот быть на сцене. Но это не основная моя работа. И я, когда начинал ставить этот спектакль, я совершенно не собирался делать его для себя. И в Израиле есть очень хороший артист Исаак Пекарь, который закончил когда-то очень давно Ленинградский институт театра музыки и кинематографии как кукольник. И я, когда с ним познакомился в другой работе, я подумал, что вот это идеальный артист для этого материала. Потому что мне хотелось найти какой-то ход. И мы нашли этот ход в спектакль. Вот если кто-то придет, посмотрит, они увидят, как решается, какими художественными средствами. Я не буду заранее рассказывать, потому что это интересно. Но, в общем, нужен был артист с кукольным опытом. А он блестящий кукольник. И мы с ним сделали очень интересный спектакль. И играем его в Израиле. Сейчас уже на иврите будем играть. И когда в прошлом году было приглашение на фестиваль в Литву, и артист не смог поехать. У него в этот момент была операция. И надо было либо отменять, либо как-то попробовать заменить. Я предложил организаторам фестиваля. Я говорю, если хотите, я приеду и собираю. Они говорят, ну попробуйте, если вы беретесь. Я говорю, ну хорошо. И мы начали с Исаком второй раз репетировать. Теперь он уже был режиссером, и он мне давал уроки кукольного мастерства, так сказать, работы с предметом. И это была достаточно долгая и интересная для меня работа. И, конечно, это разные спектакли. Потому что мы с ним очень разные. И мы по-разному немножко этот материал понимаем. И я гораздо больше драматический артист, чем артист театра кукол. Но мы когда сыграли там спектакль, значит, ну, во-первых, очень хорошо приняли. И я почувствовал, что это хорошо. Поэтому иногда, когда так возникает какая-то возможность, я это делаю. И в данном случае я в Ригу приезжаю, потому что параллельно есть фестиваль в Висагиносе, где будет показываться другой мой спектакль. Там актриса играет русского, бывшего русского, теперь это называется, Старый Вильнюсский театр. Вот она там будет играть спектакль. Значит, и параллельно я приеду в Ригу. И вот, ну, очень интересное было предложение, потому что увидела меня организатор этого вашего мероприятия, пригласила, и я сказал, ну, да, вот как раз эти сроки подходят, давайте мы это сделаем. И это, вы понимаете, как я долго говорю, тут уже что-то важно. И очень интересно, интересно вы рассказываете. Да, но дело в том, что, как всегда говорят, очень важно, про что ты говоришь, как ты говоришь. И очень важно, конечно, кто говорит. И когда вот артиста, эта тема, которую он играет, она его лично волнует, это очень-очень важно. Это, ну, на мой взгляд, много лет в театре работаю, я думаю, что это самое важное. Конечно, если он профессионально обеспечен. Вот, поэтому у меня в этом смысле есть потребность делиться этим материалом. Так же, как у артиста. Она личная, она для меня очень глубокая. Поэтому я с удовольствием, с радостью вот это делаю. Вы в своем рассказе, Александр, упомянули как бы два аспекта, два уровня своего личной причастности конкретно к этому произведению, к этому спектаклю. Это индивидуум и окружающий его социум, как он время от времени способен подавлять. Это и, конечно же, еврейская тема. Но стоит ли в этом спектакле, который мы видим в Риге, искать и видеть аллюзии на происходящее сейчас в Европе и переходить на уровень «Маленький человек и Большая война»? Вы знаете, да, там тоже это есть. Только я бы не сказал, что это как бы... Да, да, может быть и так тоже можно сказать. Потому что, конечно, мы когда его делали, то вот эти антивоенные моменты, которые там существуют, они для меня очень важны были. Сейчас это уже такое общее место, что, понимаете, это стало частью нашей жизни, эта рана кровоточит, и это ужасная совершенно вся ситуация, то, что происходит с этой агрессивной войной. И как люди на это могут отзываться, и как они могут реагировать, и что они могут сделать, понимаете? Это все вот этот вот круг вопросов, которые так или иначе возникают в спектакле. И там есть еще такой момент, связанный лично уже с Цвейгом, потому что, если вы помните, он же был, но он был не просто, так сказать, противником войны, он был, пожалуй, самым страстным ее противником и таким вот мощнейшим пацифистом, я имею в виду Первую мировую войну. И он про это пишет в своей книге «Ушедший мир», когда во всей Европе нашлось там, ну, не знаю, там буквально 4-5 писателя с одной стороны и с другой, которые выступили против этой войны, а все остальные были как бы на стороне либо Антанты, либо, значит, Германии и Австрии. Вот. И это привылилось в огромное культурное противостояние. И он, а он вот внятно совершенно и очень-очень сильно и мощно против этого безумия выступал. И когда случилась Вторая мировая война, началась, и он как бы для себя понял, что человечество не извлекает самые страшные уроки, не делает то, что оно обязано сделать, потому что то, что случилось там в 38-м году в Австрии, прошло, в общем-то, безнаказанно все, что касалось и аншлюса, и еврейских погромов, страшных, совершенно жутких. И он в знак протеста против вот этой вот безнаказанности и против этого безумия, которому человечество не способно противостоять, он ушел из жизни. И он сказал, что следующее, я ухожу, я надеюсь, что вы все-таки увидите этот рассвет. И вот этот вот момент очень трудного и такого, ну, я не знаю, как это даже сказать, почти мучительного рождения, взросления человечества, когда, в какой момент оно все-таки вот дозреет до того уровня, когда люди перестанут брать в руки оружие для того, чтобы решать свои проблемы. Понимаете? Уже такая цивилизация, как бы, которая имеет столько технических возможностей, что войны вообще, в принципе, сейчас уже, они невозможны. Они невозможны. И вот этот вот разрыв, понимаете? У меня такое ощущение, что как будто человечеству, вот если сравнивать с возрастом одного человека, да, то ему сейчас вот где-то 4-5 лет. Вот 4-5 лет ребенку, да, который не понимает последствия своих поступков, а возможности у него огромные. А возможности у него огромные. И вот он, Бог знает, что творит. И мы никак не можем вот стать чуть-чуть взрослее. И все надо делать для того, чтобы действительно все человечество перешло на новый, на новый этап установились. Такие отношения, когда оно станет взрослым и ответственным за то, что оно делает. Понимаете? Вот, и это круг вопросов Цвейга. Поэтому маленький человек или он, так сказать, очень-очень умный, но это момент расширения сознания и понимания того, что человек-то, это же все-таки космическое существо, это существо, предназначенное для эволюции. Ты так или иначе себя-то тоже в этом процессе должен как-то организовывать и что-то делать. Вот это вот очень-очень важно доносить. Это как бы и в образовательной сфере надо делать, и культура этим должна заниматься, и искусство этим должно обязательно заниматься. Потому что, вспоминая всю свою работу в течение многих лет, а я работал в молодежном театре, я сейчас понимаю, что мы очень мало делали, мы недостаточно делали для того, чтобы вот эти вот, как общие мировые, общегуманистические ценности внедрять так, чтобы они сделали невозможным победоносие и желание, так сказать, быть сильнее, чем другой народ и лучше. Понимаете, это мало-мало было этой очень работы. Опять напрашивается... Оно само произойдет, понимаете, что эволюционно, оно пошло совершенно в другую сторону. Я про Россию говорю. Напрашивается опять параллель с цвейгом воспитание чувств. Конечно, конечно, да, воспитание чувств, воспитание интеллекта, воспитание эмоциональной вот этой вот сферы, да, способность это все понимать. И, ну, и общие вот эти вот мировоззренческие вопросы. Что самое, что самое главное? Какая иерархия ценностей выстраивается? Вот, Александр, можно ведь сказать, что как раз-таки есть огромный багаж знаний, который любой человек может получить из своего смартфона, а вот как раз-таки эмоционального воспитания многим не хватает. То есть вот люди обладают огромным количеством знаний, но не понимают, как этими знаниями пользоваться. Скорее, информацией. Информацией, да, может быть так. Да, я соглашусь с Александром, это информация, которую нужно перерабатывать, а перерабатывать, чтобы ее нужна, это работа души, на самом деле, это работа души. А вот к этому человека готовят недостаточно, явно совершенно, понимаете. И в результате вот это вот происходит. Но вы всю жизнь вы сказали практически в театре, а насколько театр меняется, насколько он позволяет привлечь молодых людей, которые, может быть, воспитаны уже совершенно на другом, я не знаю, на комиксах Марвел, на каких-то супергеройских фильмах, вот насколько им интересен, интересны живые люди на небольшом кусочке сцены? Ну, вы знаете, если, если как бы подходить с точки зрения социологии, спросить там, сделать опрос, на каком месте будет театр стоять там у подростков, у молодых людей, это будет где-то во втором десятке, тут никаких иллюзий строить не надо. вот, но, тем не менее, если этим, ну, заниматься специально, вот, все-таки, да, вот, и маленьких детей сначала приводить в театр, потом постарше, потом приучить их к этому, потому что к театру все-таки, ну, желательно приучать, если какой-то период пропустить, не ходить туда с ребенком, то потом ему очень трудно будет в эту историю как-то вообще попасть, другие будут интересы, вот, ну, а если, а если он туда все-таки попадает, то, да, там, сегодня это может быть, знаете, за счет чего сильно, потому что все же, все же поодиночке, вот в этом море информации, про которую Александр сказал, ну, каждый же сидит в своем смартфоне, да, и он сидит там, вот, заходишь в любой транспорт, и все сидят, и все, все, значит, вот, вот, вот там, и только в театре, когда первое требование выключить, пожалуйста, ваши мобильные, телефоны, друзья, да, там, как угодно, или пошутят, или еще что-то такое, и все, и вдруг все вместе, и все вместе, и вот это вот все вместе, и ощущение того, что ты, люди ведь умнеют, когда они все вместе, мы знаем это, аудитория вот, когда собирается, она как-то вот, она глубже становится, да, и она, ее коллективное, вот это вот, бессознательное, оно повышается, выходит на очень такой правильный уровень, и это дает тот заряд энергии, и то удовольствие, за которым потом человек, он сам, может, это не очень осознает, но он за этим приходит в театр, потому что он становится частью чего-то очень важного и большого, он вот из этого одиночества выходит, вот в этом смысле, да, туда ребята могут прийти. — Александр, спасибо огромное, я просто вам показываю, что, к сожалению, время завершилось, мы еще раз просто напомним, что 2 октября «Бухмендель», новелла Стефана Цвейга, «Мендель Букинист» в театре «Стадия» на Гертруде с 24, 19 часов, можно будет посмотреть вот этот моноспектакль, где и режиссер, и исполнитель вот Александр Михайлов, который сегодня с нами был на прямой связи из Израиля и приедет в Ригу. Спасибо большое вам. — Огромное спасибо вам. — До встречи. — Хорошего дня. — До свидания. — Хорошего дня. До свидания.